Уважаемые участники, приветствую вас на сегодняшнем тренинге. Меня зовут Тибор Сыч, я специалист по животноводству, и я помогаю организовать наши тренинги. Сейчас передаю слово господину Райзман, старшему специалисту по здоровью и производству животных. Эрен, пожалуйста. Спасибо. Доброе утро, уважаемые коллеги. Позвольте поприветствовать вас от имени ФАУ. Меня зовут Иран Райзман, я специалист по охране здоровья животных регионального офиса ФАУ по Европе и Чентральной Азии. Меня приятно видеть такой активный интерес к теме тренинга. Сегодня, как и никогда, мы понимаем, как важно быть готовыми к списку болезней. Значенный аспект этой готовности способствует современному и правильно диагностировать болезни. Правильный диагноз может остановить список болезней еще до того, как она станет эпидемией. Сектор птичетства в нашей регион развивается и с каждым годом повышается его значимость. Очень важно обновляет наши знания по болезням птиц от самых лучших экспертов. Для меня большая честь предоставить нашу спикеру доктору Марину Энгол. Доктор Энгол – специалиста с большим опытом в диагностике болезни птиц. Желаю вам продуктивного тренинга и надеюсь, что информация сегодня будет полезна в вашей работе. Спасибо большое. Спасибо, Ира. А сейчас передаю слово госпоже Марине Энгол. Марина, пожалуйста. Спасибо большое. Друзья, поставьте единички от одного до десяти, насколько хорошо меня слышно. Будьте добры. Я постараюсь сегодня работать интерактивно, учитывая наш формат встречи. Мне бы не хотелось, чтобы мы отрывались, несмотря на расстояние, которое есть между нами. Спасибо за десяточки. Я надеюсь, мы также активно будем работать и в течение лекции. Что ж, друзья, рада, что вы пришли сегодня на встречу. Решили посвятить это время повышению своего профессионального уровня. Я тоже немного волнуюсь, но это пройдет. Хочу также поблагодарить продовольственную сельскохозяйственную организацию ПАО и лично Эрону Райзмана за то, что мне дали такую возможность провести это онлайн-мероприятие и то, что они способствовали тому, что мы сегодня с вами здесь собрались. Отдельное спасибо ТИБО РУЗАКСу, который помогает нам сегодня в проведении онлайн-мероприятия. Хотелось бы отметить также ассоциацию Усптицепром Республики Узбекистан, которая своим обращением ко мне с просьбой помощи, модернизацией своей уже существующей лаборатории подала идею провести этот курс. Для начала давайте познакомимся. Кто-то из вас уже меня знает, кто-то нет. Напишите, пожалуйста, откуда вы, в каком качестве вы работаете сегодня и где. Также хотелось бы узнать, что вы хотели бы получить от присутствия на нашем курсе, какие задачи вы перед собой ставите. Вы планируете начать карьеру лабораторного диагноста или уже проводите диагностику? Ну, это мы, конечно, все сразу не опишешь. Мы будем общаться еще шесть лекций, которые перед нами. Насчет вопросов, которые будут у вас возникать, пишите, пожалуйста, их в чате. И в зависимости от сложности вопроса я буду отвечать по ходу или в конце лекции. Да, вот вижу ваши ответы. Спасибо, спасибо. Пишите, мы все обязательно... Это все очень важно. Спасибо, Алексей. Зоя, Урмат. Спасибо. Что ж, друзья, я приготовила для вас подарок. Для тех, кто наиболее заинтересован, для самых серьезных и настойчивых, тех, кто останется до конца лекции. В качестве ценного подарка я подготовила анкету самопроверки по качеству принятия нерв биобиозапасности на предприятии. Как известно, инфекционные заболевания легче предотвратить, чем лечить. Поэтому эта анкета вам поможет самим ответить на вопрос, в каком состоянии на предприятии у вас сегодня находится биобиозапасность. Что ж, давайте для тех, кто меня не знает, я немного представлюсь. Я доктор наук от Иерусалимского еврейского университета. Моя специализация, я ветеринарный врач, но уже давно специализируюсь по лабораторной диагностике заразных болезней. Я эксперт по диагностике заразных болезней ветеринарного института. Ну и, естественно, участник многочисленных международных конференций. Это наш ветеринарный институт имени Кимрона. Когда-то, переехав в Израиль, я ветеринарный свой статус ветеринара я получила от Московской ветеринарной академии. И в 2000 году переехала в Израиль и уже с 2000 года работала в ветеринарном институте имени Кимрона. Вот так выглядит это наш институт. А справа вы видите одна из комнат с оборудованием. Нужно затем в 2010-м я закончила Иерусалимский университет, получила докторскую степень, работала и училась неотрывно от производства. Почему птицеводство, друзья? Потому что, прежде всего, это важная сельскохозяйственная отрасль и источник животных белков для населения многих стран мира. Также важно отметить, что при современном интенсивном выращивании, когда большие количества поголовья собраны на ограниченных территориях, наиболее важна быстрая постановка правильного диагноза с помощью лабораторных исследований. Также это важно для защиты здоровья людей и животных от возможных биологических и токсических воздействий. Да, вижу ваши ответы. Спасибо. Спасибо, друзья. Какие темы мы сегодня рассмотрим? Основная тема – это лабораторная диагностика инфекционных болезней. Мы пройдемся по основным методам, которые мы использовали и используем еще сегодня. И я упомяну о нескольких новых, которые уже начинают постепенно входить в нашу лабораторную жизнь. Друзья, если мы говорим о лабораторной диагностике, то прежде всего хотелось бы определить ее место. Основная наша задача – это постановка правильного диагноза. В этой схемке я хотела обозначить место лабораторной диагностики. При возникновении проблем со здоровьем птицы главной задачей является поставить правильный диагноз. И лабораторная диагностика – это один из инструментов для постановки правильного диагноза. Обратите внимание, коллеги, что если мы имеем положительный и отрицательный ответ после проведенных исследований, но он никак не подтвержден другими составляющими, то этот результат подвергается большому сомнению и должен быть проверен дополнительными методами или лабораторная работа должна быть проведена снова и, возможно, с новым забором проб. То есть я здесь немного раскрыла каждую из позиций, но эти позиции, конечно, можно раскрывать, дополнять бесконечно. Чем больше у нас данных, которые мы анализируем, тем точнее наш диагноз. Прежде чем мы начинаем лабораторную работу, конечно же, мы выясняем анамнез, учитываем подробную историю болезни, возраст птицы, клинические признаки, как содержалась птица. Собственно, это одна из работ и клинического врача тоже. Но нам, как и лабораторным работникам, мы нельзя работать только в лаборатории, как бы смотреть только на пробы, которые мы получаем. Мы тоже должны иметь полную картину, знать все вот эти составляющие, учитывать вид птицы, генетические предрасположенности, данные по вакцинации, эпидемиологические данные в районе и непосредственно в хозяйстве. Обязательно, конечно же, мы должны делать паталко-анатомические вскрытия. Какие же основные, на какие основные группы мы можем разделить наши лабораторные анализы? Это бактериологические, вирусологические, серологические, методы молекулярной биологии, а также методы масс-спектрометрии. Друзья, еще несколько слов. Хочу сказать о том, что когда начинается падеж, ветеринарные врачи начинают нервничать, они забывают проверить все данные, включая обстановку по поставке кормов и, казалось бы, на первый взгляд, не относящиеся к делу данных. И они сразу начинают подозревать инфекционные заболевания. Но гораздо более эффективно было бы сначала успокоиться и выяснить все составляющие, выяснить все-все-все данные. К примеру, я могу привести из своей практики один пример, когда к нам обратились с одной из российских птицеферм с просьбой проанализировать ситуацию. У них на момент произошел большой падеж, плюс они получили положительные результаты из одной из лабораторий о том, что якобы пробы были положительные на одно из инфекционных заболеваний. Взглянув на результаты, я увидела, что показатели довольно поздние. То есть появление реал-тайм ПЦР были поздние иммунофлуоресценции. Для тех, кто немного уже в теме, они понимают, что позднее появление иммунофлуоресценции говорит о том, что количество патогена в пробе довольно низкое. Но если учесть, что заболевание протекало довольно остро, то этого просто не могло быть. То есть должно было в каждой пробе быть огромное количество вируса. Поэтому, когда человек... Ну, то есть порой проблему можно решить обычной человеческой логикой. То есть если нет у вас результата и лабораторный анализ не подтвержден ни клиническими признаками, ни патолого-анатомическими, ни эпидемиологическими, никакими другими, это означает, что результат большим сомнением. Выделение и выявление характеристик возбудительных инфекций основывается на классических методах культивирования, выделение характеристики на иммунологических анализах. Также мы используем методы молекулярной биологии, которые могут не требовать фактического культивирования, изоляции организма для диагностики. Но по-прежнему выделение возбудителя занимает важное место в процессе расисследования. То есть, с помощью его выделения, когда мы выделяем из возбудителя, мы можем оценить вирулентность и, соответственно, патоген С, протекание инфекционного заболевания, а также это важно для разработки вакцин. И если мы выделяем, скажем, бактериальный патоген, то мы его, естественно, можем исследовать на чувствительность к антибиотикам. Также важно учитывать несколько дополнительных аспектов. Это то, что организм нестерильный и сразу несколько возможных возбудителей инфекционных болезней могут находиться, так сказать, на месте происшествия. В маме важно определиться, кто первичный и вторичный патоген, чтобы, так сказать, выделив один патоген, не упустить другой. Важно знать, кто может стать причиной заболевания и в лаборатории создать этим патогенам условия для их выделения и идентификации. Мягко говоря, я могу привести пример с ишерихией Коли. Когда-то мне жаловалась одна из работниц лаборатории о том, что она выделяет ишерихию Коли практически в каждом своем исследовании. И неудивительно, друзья, ишерихию Коли можно найти везде. Это патоген, который имеет хорошие, прекрасные способности проникать в ткани, но далеко не всегда он достаточно силен для того, чтобы вызвать заболевание. И, конечно же, когда организм ослаблен или, например, уже в трупе, он тут же начинает развиваться, и практически всегда мы его можем выделить. То же самое верно в отношении других патогенов, которые мы будем рассматривать в следующих наших занятиях. Какой ориентировочный алгоритм действий в лаборатории? Мы должны знать анамнез, рассмотреть патолого-антомические признаки, сделать отпору, отбор проб. Порой люди в лабораториях, специалисты в лабораториях получают пробы, которые отобраны клиническим ветеринарным врачом. Это, конечно, возможно, но желательно делать патолого-анатомические вскрытия самим. То есть лаборатория должна иметь возможность комнату для вскрытий. Тут же, когда мы отбираем пробы, мы можем сделать окрашивание по грамму. То есть первичный анализ можем уже провести. И довольно часто уже на первых этапах мы можем получить довольно много информации. Тут же мы можем сделать микроскопию. Затем отобранные пробы посеять на среды. Тут же можем сделать антибиограмму. То есть одновременно сея на накопительные среды. Мы можем уже, тем более если подозреваем какое-то бактериологическое заболевание, причину бактериологического агента, мы, чтобы не терять время, тут же можем посеять на среду для сделать антибиограмму. Затем мы уже в последующих пересевах и в соответствии с тем, что мы получаем, можем использовать ПЦР-исследование, селогическое исследование, продолжить пересев на селективных средах. Как я уже сказала, лаборатория должна иметь помещение для проведения вскрытия и забора проб. На основании патологоанатомических признаков мы можем получить очень-очень много данных. Здесь могу порекомендовать на этой фотографии книгу, которую я рекомендую всем к прочтению, к тому, чтобы вы имели ее в своем арсенале. Очень хорошая книга. Там все, много иллюстраций с объяснениями, и она сегодня находится в открытом доступе. Здесь я привела вам сайт, слайдшер. Вы пишите, набираете этот сайт, вбиваете в поиск название, и вы можете изучить, получить практически полный доступ к этой книге даже совершенно свободно. Важно подчеркнуть, что правильный отбор проб, а от них зависит результат вашей работы, это ответственность в лаборатории. Друзья, нельзя переносить это на, сказать, что это ответственность клинического врача, который посылает вам пробы. Что нужно для начального этапа? Конечно же, нам нужно знать антомическое строение организма птицы для того, чтобы правильно сделать забор, сделать вскрытие, знать, что такое норма и отклонение от нормы, знать патологоантомические признаки каждой инфекционной болезни, учитывать трапизм различных патогенов. Я надеюсь, что вы знаете, что такое трапизм, то есть каждый инфекционный агент предпочитает определенные органы, где он может размножаться. использовать правильные вспомогательные инструменты для взятия проб и в нужном количестве, что не менее важно. Обязательно при работе соблюдать биобезопасность. Мы всегда помним об этом, чтобы наша работа была во благо, а не для распространения инфекций. Здесь всего лишь две фотографии. так выглядит ветеринарный врач, который приезжает на хозяйство. Обычно это происходит, когда мелкое хозяйство и ветврач не постоянно работает с одним клиентом, а у него несколько фирм. На птицфабриках, насколько я знаю, немножко останка другая, всегда есть свои врачи и они, конечно, у них немножко другие порядки, прибываем на работу, мы переодеваемся, меняем обувь и уже идем работать. Первый этап микроскопия. Кстати говоря, вот я вижу у нас довольно много здравствуйте, цена, грузия, спасибо, что вы написали. Скажите, пожалуйста, насколько часто в своей лаборатории вы пользуетесь микроскопическими исследованиями. А пока я могу сказать, что микроскопия, несмотря что это давний и хороший наш друг, он сегодня нам может очень хорошо помочь. что мы можем сделать, например, подозревая пастерилез, мы можем сделать мазок с кровью, при бактеремии мы можем обнаружить вот такие характерные кокобацилы, как вы видите с правой стороны, и это может нам помочь уже на самом первом этапе. Затем кластридиум перферингенс, отлично, Мария, вижу, кластридиум перферингенс, мы можем точно так же покрасить, увидеть эти характерные признаки кластридиума, как он выглядит, вы видите, как он выглядит, грамма отрицательная палочка, и когда мы видим практически чистую культуру, то есть очень много палочек в одном поле при микроскопе, это говорит о том, что, скорее всего, как раз он и является проблемой. Также я вам впоследствии, когда мы будем рассматривать кокцидиум, я вам скажу о прекрасном методе, который позволяет нам уже на первых этапах во-первых, мониторить состояние кокциди, а во-вторых, кокцидиум всегда при желании оценить, насколько хорошо работает кокцидиостатик и не нужно ли предпринять лечение. здесь вы видите бактериологические методы, которыми мы пользуемся постоянно, выделение на питательных средах, которые бывают основные, обогатительные, элективные, дифференциально-диагностические, мы сеем на твердую среду и, конечно же, смотрим на морфологию при росте, гемолиз, скорость роста, изменение цвета среды, подвижность бактерий, чувствительность к воздуху, биохимические исследования в последующем помогают нам определить биохимические свойства различных бактерий. Обычно мы имеем наше распоряжение вот такие рецепты по продолжению работы, по тому, как можно вести план. Это коротенький план, как мы можем продвигаться для того, чтобы определить какого именно вида наша бактерия. Мы можем также пользоваться такими советами, скажем такими предложенными рецептами для идентификации бактерий, которые нам предлагает Всемирная Организация по охране животных ОАИ. Я скажу позже в конце занятий, чтобы вы всегда при желании могли зайти на сайт ОАИ и скачать наиболее рекомендованные техники для каждого из патогенов. Также из независимой неправительной международной организации орган по стандартизации часто предлагает, нечасто, а все время для каждого патогена похожие рекомендации, которыми мы можем и должны пользоваться на постоянной основе. Несколько слов о вирусологических методах. Вы о них, я думаю, тоже знаете. То есть это выделение вирусов на яйцах СПФ. Яйца СПФ получены от птиц, которые не прошли вакцинацию. В них нет никаких антител и любой вирус может практически в них размножаться. Работа с вирусами требует особой квалификации, оборудования, разрешения для лаборатории и поэтому это менее доступно. Но это имеет место быть и мы можем пользоваться этим тоже, если ваша лаборатория позволяет. Также одним из способов выделения вирусов, способ относящийся к вирусологическим методам, называется использование культуры клеток. Когда мы используем, и конечно этот способ используется меньше для в области инфекционных болезней птиц, но тем не менее обычно мы пользуемся им для выделения вируса западного мила. Вирус очень эффективно растет и образует бляшки на клетках веру, эпители, почки, мартышки. Обычно вызывает сильный цитопатический эффект и образует прозрачные бляшки. вот с левой стороны вы видите культуру клеток, которая здорова, не заражена вирусом, и справа вы видите, появляются клеточки сверху, кругленькие, это как бы уже зараженные клетки, и таким образом выглядит цитопатический эффект, который может варьироваться от вируса к вирусу. Иногда мы видим просто плаки, плаки, когда клетки разрываются и образуются вот такие дырки в монолайр. Сирологические методы, друзья, они исторически сложились, так сложилось, что в России и в странах Большего Советского Союза эти методы наиболее распространены в использовании. И периодически на различных форумах я слышу о том, что антитела очень специфичны, и сирологические методы это основной очень эффективный диагностический инструмент. Но давайте вспомним немного теории для того, чтобы понять, насколько антитела специфичны и когда, и какие антитела. иммунная система курицы, как мы знаем, состоит из бурсофабрици, костного мозга, стелезенка, тимуса и других органов. Вообще, к сирологическим методам можно отнести все методы, которые используют в своей механике, что ли, выявление антител и антигенов и используется вот эта реакция антител и антигенов. Антитела, как известно, это один из компонентов иммунной системы организма, а иммунитет это способность организма поддерживать целостность и биологическую индивидуальность путем распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток. Птица постоянно подвергается атакам вирусов, бактерий, грибкам, паразитами, паразиты тоже ее постоянно атакуют. Естественно, у нее имеется врожденный иммунитет, который состоит из макрофагов, нитрофилов, интерферона, комплимента, лизозима. Чем она характеризуется, врожденный иммунитет? Она это быстрый ответ на вторжение микроорганизма, но она имеет низкую специфичность и нет памяти, как бы клеток памяти еще не образованы на этом этапе. Чем отличается приобретенный иммунитет от врожденного? Приобретенный возникает в результате, когда патоген продолжает атаковать, организм клетки начинает получать тренировку и мы постепенно получаем приобретенный адаптивный иммунитет, частью которого являются В-лифоциты, Т-лимфоциты, моноглобилины, цитокины. приобретенный адаптивный иммунитет это поздний иммуноответ и также у него есть иммунологическая память, то есть к этому времени уже вырабатываются клетки памяти, которые при новой атаке быстро реагируют, быстро вырабатывают специфические антитела. то есть мы говорим о том, что приобретенный иммунитет отличает от рожденного большей специфичностью. Давайте скажем несколько слов о рассмотрении что такое антиген. Когда мы говорим антиген, мы зачастую имеем в виду целый организм, микроорганизм. Вот как на этой снимочке, на этой фотографии рисунки внизу слева. Но если вы обратите внимание на эту бактерию, то увидите, что у нее очень много эпитопов. То есть каждый из этих эпитопов мы можем назвать отдельным антигеном. То есть это общая большая бактерия, это как вам сказать, комплекс нескольких, не нескольких, а большого количества маленьких детерминантов антигенов. Соответственно, иммунная система в целом специфически распознает много тысяч различных антигенов. Но специфический иммунный ответ основан на том, что каждое отдельное антитело или лимфоцит способны специфически распознавать только один эпитоп. когда макрофаг переваривает какой-то антиген, он его разбирает вот как раз на эти маленькие антигены, и каждый из макрофагов предоставляет именно иммунной системе этот маленький антиген. и в результате мы получаем поливалентную сыворотку, которая содержит много различных антител вот к разным этим маленьким эпитопам. Затем, когда вырабатывается специфический иммунный ответ, он основан на том, что каждое отдельное антитело и лимфоцит способны специфически распознать только один эпитоп антигена. Сначала этих специфических антитела лимфоцитов очень мало, но в то время, когда антиген присоединяется к клетке, он стимулирует ее на пролиферацию размножения. И таким образом происходит клональная селекция специфических антиген связывающих клеток. Другим языком при первоначальном иммунном ответе мы получаем огромное количество различных антител, так сказать, поликлональные антитела. Но потом, когда инфекция продолжается, подтверждение получают не все антитела, а только определенные, те, которые специфически подходят этому антигену. И таким образом мы получаем уже високоспецифичный високоспецифичную защиту организма. То, что вы видите на этом рисунке, то, что я рассказываю, это как раз изображено схематично. В результате мы после созревания этих клеток мы получаем клетки памяти, которые быстро уже в последствии вырабатывают антитела, специфические антитела на этот антиген и эффектурные клетки, обеспечивающие иммунный ответ. еще раз я хочу повторить, что в самом начале в ответ на первое проникновение инфекционного агента в организм производится М-антитела, которые мало специфичны. Они работают, но если им все же не удается удалить патоген из организма и атака продолжается, то происходит вторичное введение антигена, как вы видите здесь на рисунке, и вторым этапом мы уже получаем выработку высокоспецифичных антител, более специфичных к этому патогену. Реэкспозиция антигена, когда нам попадает в программе второй раз инфекционный процесс продолжается, происходит повторный пик производства М- антител, конечно же, но уже гораздо больше Г-антител, которые более специфичны. Не могу не упомянуть, друзья, о моноклональных антителах, которыми мы очень часто пользуемся в нашей работе. Вот когда я могу сказать, что эти антитела имеют высокую афинность, высокую овидность, но важно отметить, что это искусственно созданные антитела, и это довольно кропотливая и сложная работа. что это означает? Мы сначала происходит, мы иммунизируем мышку, и после иммунизации мы берем ее селезенку, расплавляем на отдельные клетки, вместе с гибридомой соединяем, для того, чтобы каждая отдельная клеточка, которая вырабатывает каждое отдельное антитело, как мы говорили, каждая клеточка в селезенке, предположим, она вырабатывает совершенно другое антитело, и они все эти антитела немножко работают по-другому, то есть могут иметь, до этого макрофаги представили немного другой антиген, поэтому они все практически немного различаются. Мы их расплавляем, затем вносим в первичную культуру, клонируем их, это так называемые клонируемые, клонируем, и практически у нас в каждой лодочке получается клеточная культура, которая выращена из одной клетки, которая вырабатывает один вид антител, поэтому мы имеем такое название моноклональные антитела, то есть фактически они из их источник из одной клетки, и они все вырабатывают только один вид антител. Затем в лаборатории проводится исследование, какой из этих антител лучше всего работает, то есть предназначено и видит, способно схватить этот патоген, против которого мы иммунизировали нашу мышку. Я лично работаю много с моноклональными антителами и могу сказать, что это каждый раз просто поражает, насколько действительно антитела могут отлично выполнять свою работу. Напишите, друзья, вы пользуетесь своей работой моноклональными антителами. Есть кто-либо из вас, кто уже сегодня выполняет какие-либо работы с моноклональными антителами? Говоря о сирологических антителах, нет, но ничего, это у вас еще все впереди, скажем так. реакция глюцинации это самый простой всем известный метод. Да, вот я вижу, Игорь отвечает иногда иммуногистохимия. Неудивительно, потому что такая работа, она, конечно, требует вернее выработка антител, это требует высокой квалификации с одной стороны, и, соответственно, они бывают дороговаты, мы не всегда используют. А вот иммуногистохимия, это, конечно, вообще не дешевый метод, но он очень презентабельный. Так вот, реакция глюцинации самая простая вещь, когда мы используем сыворотку для того, чтобы, вернее, антиген для определения присутствия антител в сыворотке крови птицы. Это чувствительный метод, обычно используется для мониторинга стада, но имеет, естественно, недостатки определенные, много положительных и ложно-положительных и ложно-отрицательных реакций. Зачастую, он может не замечать атипичные штаммы, то есть что такое атипичные, соответственно, те, которые имеют антиген, который еще не знаком тем антителам, которые мы используем. Это тест, который требует последующего подтверждения. Да, вот на снимке вы, конечно, видите, самый верхний слева это, когда мы видим конгломераты, образующиеся после взаимодействия антитела и антигена. Отрицательный результат это ниже, то есть совершенно нет никаких конгломератов, а вот справа подозрительный вы видите такое небольшое затемнение, что ли, вот эти напоминания этих конгломератов. Следующий тест, о котором мне хотел сказать, метод торможения гемогликтинации. Мы зачастую его используем еще до недавнего времени, использовали, я бы даже сказала, для мониторинга болезни Ньюкасла и гриппа, также можно использовать для мониторинга инфекционного бронхита, это более, в чем его суть, в том, что мы используем как дополнительный компонент эритроциты птицы, используем тот эффект, который наблюдается у вируса болезни Ньюкасла и болезни гриппа, они имеют свойство склеивать эритроциты, соответственно, если мы вносим, если есть вирус эритроциты, вот во второй линии вы видите, если вирус эритроциты, он склеивает их и мы видим вот такой зонтик так называемый, где происходит гемоглютинация, то есть эритроциты не они просто не так, нет реакции, вы видите, как они падают на дно луночки, а здесь мы видим зонтик, гемоглютинация, поскольку они эритроциты скреплены вирусом, и третий вариант, когда есть антитела в сыворотке, они нейтрализуют вирус и мы видим тоже, как эритроциты просто падают на лунки, так называемое, происходит так называемая ингибиция гемоглютинации, вакцинации. Что можно сказать о этом опыте, методе? Он довольно дешевый, относительно дешевый, и даже мы, даже в наших лабораториях еще совсем недавно им пользовались. Сейчас нужно сказать, мы все больше и больше переходим на методы молекулярной диагностики, но этот метод для этих для мониторинга этих болезней очень даже приемлем. Единственное, что зачастую я вижу, есть ошибки, люди не умеют количественно калибровать и делают ошибки в получении результата количества вирусов. Также его используют как подтверждающий метод и для мониторинга. И монофирменный метод ИФА, так называемый, ЭЛАЙЗА, которая наиболее распространена, как я уже сказала, на межсоветском пространстве бывшем. межсоветом, он тоже основывается, естественно, на взаимодействии антител и антигена. Я думаю, что вы многие с ним знакомы. Кто сегодня проводит, напишите, пожалуйста, кто сегодня проводит эти исследования, ИФА, скорее всего, вы это делаете на постоянной основе. Этот метод имеет высокую кросс-реактивность. Кросс-реактивность это когда мы пропустили это, да, постоянная Ирина, я вижу, проводим, отлично. Его минус в высокой кросс-реактивности. Мы пропустили этот слайд, который я хотела сказать про финность и про видность, когда эти понятия зависят от того, насколько подходит антитело к антигену. То ли он сейчас секундочку я перелесну на этот слайд. Вот. Афинность это родственность, это термодинамическая характеристика, описывающая силу взаимодействия антигена и антитела. То есть, когда протоп абсолютно подходит к эпитопу, то между ними самая высокая видность, вот как вы видите на этом рисунке слева. То есть, эпитоп антигена совершенно подходит сайту, который связывается предназначение, есть на стороне антитела. Это самая высокая специфичность. И наоборот, когда антиген, антитела, только эпитоп не очень подходит к паротопу, то афина связь между антигеном и антителом будет гораздо слабее. Но в то же время все равно она существует и как раз на этом и заключается проблема с кросс-реактивностью. Этот метод иммуноферментный анализ по статистике имеет очень высокий процент ложных результатов до 20%. То есть, это ложных позитивные и отрицательные результаты. также требуется двойной забор проб с интервалом минимум в 6-10 дней. Для сравнения титров так называемая мы используем сероконверсия. Сероконверсия это время, за которое происходит тренировка иммунной системы и вырабатываются специфические антитела. большой когда мы получаем результаты имеет место быть зачастую большой разброс результата. Подходит и поэтому этот метод подходит для определения уровня антител после вакцинации как также как подтверждающий метод можно проводить с его помощью мониторинг. для использования диагностики инфекционных болезней этот метод менее подходит по нескольким причинам так как когда начинается инфекционное заболевание то не вся птица одновременно болеет. кто-то мы вся птица находится в разных стадиях болезни. Кто-то только начал болеть кто-то продолжает кто-то еще вообще здоров. Конечно при заборе проб мы стараемся взять тех кто выглядит не очень хорошо и скорее всего уже заболел но все равно высокая кросс реактивность в результате не позволяет нам на 100% заключить о присутствии инфекционных заболеваниях. Также могу отметить иммунодифозия Окей я поняла Что ж друзья в таком случае я рекомендую вам купить эту книгу просто купить приобрести эту книгу она того стоит очень подробно рассказаны взятия проб само к себе заслуживает целого урока хорошего большого занятия и эта книга стоит для того чтобы ее купили иммунодифозия вагар геля кто либо когда-то использовал из вас этот метод он довольно прост мы заливаем агар в такие чашки петри делаем луночки и вносим сыворотку в середину или наоборот в зависимости от целей например сыворотку крови вносим различные антигены в луночки вокруг и помещаем эту чашку в инкубатор там где достаточно влажно чтобы не высохло за 24 часа и на следующий день мы можем уже читать результаты тоже довольно хороший презентативный метод и мы им пользуемся мы еще о нем будем разговаривать говорить конечно же нельзя сказать что все методы используются для всех патогенов какие-то мы где-то он работает лучше где-то он работает хуже и даже в рекомендациях ОАИ вы можете всегда мы будем посмотреть в последствии что они рекомендуют больше и что они рекомендуют меньше он раньше считался даже золотым стандартом для скрининга вот этот метод иммунодиффузия в агаргеле мы можем с его помощью сделать детекцию всех типов а вируса гриппа ну и как я уже сказала он легкий недорогой способ недостатки это неумеренная чувствительность приблизительно количественные методы то есть он неколичественный требует 24 часа требует последующие тестирования положительных результатов и антитела не поддаются детекции в течение первых нескольких дней болезней имеется ввиду то есть они недостаточно специфичные то о чем мы говорили раньше что ж друзья полимеразная цепная реакция ПЦР этот метод был изобретен Керри Мюлесом в 1983 году но поначалу когда он изобрел этот метод не было достаточно хорошей подготовки технической подготовки скажем так тогда не было еще термостабильной ДНК полимеразы аппараты ПЦР тоже были еще не было и весь этот процесс конечно занимал вот этой полимеразной цепной реакции довольно много времени он был довольно трудоемок я вам объясню почему полимеразная цепная реакция по сути она это имитация тех процессов которые происходят в клетке как мы знаем в каждой клетке есть ДНК с ДНК происходит транскрипция процесс транскрипции образуется РНК затем сплайсинг экспорт мессенджера РНК в цитоплазму и там уже формируется цепная цепочка аминокислот и затем уже формируется пространственная структура протеина так вот для наших целей мы используем как раз первые итак а именно транскрипция вернее не транскрипция а мы делаем репликацию ДНК с помощью от ДНК ДНА полимераза то есть мы берем ДНК и ДНК полимеразу и размножаем специфический участок ДНК если же изначально у нас есть РНК вырос предположим мы делаем добавляем стадию до того до всего что я сказала до ДНК полимеризации потому что мы не можем делать репликацию амплификацию РНК она требует сначала чтобы ее превратили вирусное ДНК а затем мы уже ее размножаем делаем репликацию то есть имея изначально РНК вирус мы добавляем реверстранскриптаза это это энзим который мы позаимствовали у вирусов способных из РНК делать когда они встраиваются в клетку да будет будет записи он РНК встраивается в клетку он из РНК с помощью своей реверстранскриптазы производит вирусное ДНК и затем уже встраивает свое вирусное ДНК в ДНК мы используем реверстранскриптазу производим ДНК и затем уже как я уже описала раньше делаем репликацию ДНК то есть нам лабораторным работникам желательно вот эту схему которая с правой стороны хорошо запомнить зачем она нам нужна не только понять как работает схематично понимать что происходит в клетке но когда мы и у нас в лаборатории очень много реагентов различных для ПЦР диагностики для реал тайма какие-то из них имеют разные назначения компоненты составляющие вот лично мне всегда вот эта схема очень хорошо помогает понять с чем непосредственно я имею дело с реагентами то есть вот это вот как вот это с правой стороны вот эта схемка она как очень наш для лабораторного работника что же вообще представляет из себя полимеразная цепная реакция нужно сказать что у каждого патогена есть какой-то ну во-первых есть геномный материал это ДНК или РНК и какой-то участок этого РНК или ДНК он специфичен только этому патогену есть конечно же разные гены есть гены специфичные именно для этого вируса конкретного есть там или бактерии возьмем сальмонеллу есть то есть то есть любое проявление внешних признаков у патогена и отражается на внутреннем уровне на уровне ДНК или РНК то есть всегда есть если у вас есть какой-то новый патоген который отличается какой-то характеристикой не важно то ли это токсин то ли это антиген новые питопы снаружи оно всегда отражается на внутреннем содержании то есть на ДНК или на РНК то есть при желании мы можем его найти на уровне геномном уровне и мы когда мы исследуем какой-то патоген когда мы занимаемся исследовательской работой то мы стремимся найти именно вот этот специфический участок который характеризует этот патоген когда мы знаем его содержание скажем так сказать мы можем его прочесть из чего он состоит мы можем затем уже создать к нему так сказать ключики так называемые праймеры олигоноклеотиды коротенькие олигоноклеотиды которые соответствуют началу и концу вот этого специфического участка с помощью которых мы потом сможем амплифицировать размножить вот этот специфический участок собственно как как мы проводим эту реакцию мы берем проверку вносим туда праймеры то есть вот эти коротенькие участки которые присоединяются вот к этому специфическому участку с начала и в конце мы вносим ануклеотиды это как кирпичики из которых будет строиться наше будущее ДНК также мы вносим темплейт так называемый то есть образец на основе который нашу пробу на основе которой будет строиться вот этот специфический участок или проба в которой мы предполагаем что есть вот этот ДНК принадлежащий вирусу или бактерии также вносим такполимераз такполимераз это энзим который строит нашу будущую ДНК и представьте себе вот это все мы внесли и что вы думаете что будет дальше да ничего дальше ничего не произойдет если мы не включим не внесем нашу пробирку в амплификатор почему потому что процесс управляет изменением температуры то есть обычно в организме существует большое количество различных энзимов и амплификации ДНК это довольно сложный процесс которым занимает участие большое количество различных других энзимов но для того чтобы использовать это явление в нашей для наших целей мы можем мы как раз Керри Мьюлис свое время как раз и придумал что сейчас зная свойства ДНК зная свойства такполимеразы он сказал хорошо давайте мы можем внести вот так все в пробирку затем мы нагреваем нашу пробу нашу пробирочку до 90 градусов здесь схематично изображено то что происходит вот изначально оригинальная ДНК вы видите вот эти все более длинные это нуклеотиды ДНК прамер ДНА прамер затем есть кирпичики из которых строится ДНК и нагревая до 94-96 градусов мы делаем производим денатурацию ДНК то есть ДНК расплавляется на две составляющих как вы знаете это двухцепочная молекула она расплавляется каждая отдельно при определенной температуре и затем мы быстро ее охлаждаем и когда мы доходим до определенной температуры 50-68 градусов прамеры поскольку они более короткие чем сама длинная ДНК то они быстрее всего присоединяются к своим специфичным местам то есть местам которые они комплиментарны в этот момент ДНК полимераза ее свойством является то что она видит возникновения двухцепочных участков и она может присоединиться только в месте где она видит двухцепочную участки она быстренько начинает достраивать нам линию которая не доставит комплиментарную той цепочке ДНК которая у нас есть так так называемая аннилинг это температура при которой присоединяются праймеры и затем уже есть элангация так называемая элангация и мы получаем в результате вот этот специфический участок затем мы повторяем вот эти повторяем эти температуры много-много раз то есть это около 40 обычно есть 40 циклов по крайней мере и получаем огромное количество амплифицированного ДНК которое затем можем увидеть несколькими способами то ли это вот здесь вот с правой стороны мы прогоняем нашу пробу в геле огородном геле вот здесь вот с правой стороны вы видите участки беленькие такие это как раз и есть короткие специфические участки амплифицированные то есть там где с левой крайне левой много где вы видите много 100 200 300 это маркер для чего мы его делаем для того чтобы знать какого размера у нас наш амплифицированный участок по его размеру мы поскольку мы синтезируем раньше уже провели работу знаем какой какого размера этот амплифицированный участок то мы подозреваем какого размера будет амплификация участок который мы амплифицируем и здесь вот вы видите в линии 2-3 это положительная проба 4-5 отрицательная 6 скорее всего это положительный контроль и дальше отрицательный с левой стороны мы видим то что вы видели справа это конвенциональный ПЦР то есть мы делаем детекцию с помощью огорозного геля мы видим результаты нашей реакции и слева мы используем real-time ПЦР машину которая читает повышение иммунофлу не иммунофлу а просто флуоресценции в каждой пропирке после каждого цикла таким образом видите у нас есть мы получаем вот такой график на котором есть повышение каждой пробе флуоресцентного сигнала в зависимости от того на каком этапе это происходит повышение флуоресцентного сигнала мы можем судить насколько много в пробе у нас изначально специфических вот этих участков то есть количество антигенов чем раньше мы видим повышение флуоресцента тем больше у нас антигена в пробирке и наоборот чем позже тем меньше хотела бы показать новые относительно новые ПЦР машины если раньше у нас в своей практике я использовала довольно много различных ПЦР машин если раньше это было были более объемные машины и сегодня они идут все идет к тому что они становятся все меньше и меньше сегодня вот у меня есть такой как раз приборчик которым я пользуюсь очень вполне довольна с высокой резолюцией и современный аппарат который размером как вам сказать он по-моему 30 на 30 сантиметров и весит буквально полтора килограмма то есть он довольно вообще его можно в сумку поставить и носить с собой а вот этот аппарат слева почему я его решила вам показать что есть такое направление что это один из новых аппаратов в нем используются картриджи этим аппаратом наверное очень будет удобно пользоваться даже в обычной клинике продаются картриджи которые вы фактически вносите только пробу и вам не нужно очищать ДНК или РНК вносится проба и в этом картридже уже проводится очистка ДНК РНК и дальнейшая амплификация но единственное что еще поскольку они один из китайских аппаратов и картриджи они еще в процессе разработки у них довольно широкий спектр диагностики для собак и кошек наверное это было бы удобно как раз в клиниках делать в зависимости от стоимости конечно но сегодня в принципе на птицефабриках наверное он бы тоже хорошо прижился если бы у них если бы у них мы позже здесь не видно его название я позже вам скажу как называется у них еще пока для диагностики болезни птицы пока еще картриджей нет то есть вы берете картридж носите пробу получаете результат вот на этой панельке потому что самим еще невозможно это сделать если вот такой аппарат справа как вы здесь видите красненький он универсальный то есть вы покупаете все исходники пластиковые вы можете использовать готовые наборы пц пцр наборы что это означает что вы можете обычно пцр наборах вам приходят готовые составляющие вы их смешиваете вносите пробу делите на пробирочки вносите в аппарат и запускаете процесс получаете результат вот в виде такой вот такого графика оцениваете результат сами здесь же он больше привязан к этим готовым картриджам сколько проб одновременно можно исследовать на данных приборах вот с правой стороны он 36 проб у него это роторный аппарат и удобно то что там количество внесенной пробы не пробы а объем реакции довольно низкий можно работать с 10 микролитрами реакционной смеси друзья хотела вам рассказать о нашем опыте использования маски спектром 3 для целей диагностики инфекционных болезней в чем она заключается маски термитрия метод идентификации молекул путем изменения отношения их массы к заряду в ионизированном состоянии то есть время измеряется время пролетания молекулы после того как мы делаем ее ионизацию от подложки от матрикса до детектора то есть естественно каждая молекула имеет свою массу и измеряется это время масса и так далее и показатели сравниваются с данными имеющиеся в наших библиотеках в библиотеках естественно каждый аппарат он с компьютером как это выглядит мы берем чистую культуру бактерии носим ее на подложку вернее сначала смешивая ее с матриксом кристаллическим носим на подложку и начинаем лазерную бомбардировку что ли излучение тем самым таким образом вещество если это белок начинает испаряться и уже в зависимости от массы измеряется скорость и измеряется ее масса это приблизительная как бы теория и могу сказать что какие главные преимущества анализатора это заменяет стандартные биохимические методы мы можем иметь достоверный результат буквально за 2 минуты но важно учесть что это при наличии чистой культуры высокой производимости анализа естественно то есть это быстро и за раз там по-моему 30 проб можно внести на около 30 проб на одну подложку значительная экономия средств если можно так сказать то есть поскольку вам не нужно несколько раз пересевать различные проводительные различные реакции но важно сказать что сам аппарат довольно дорогой то есть он у нас есть в институте и он стоил четверть миллиона долларов около того есть возможность также определить различные виды бактерий при наличии библиотек и сегодня мы это делаем когда у нас есть с чем сравнивать мы получаем в результате показатели аппарата определенные показатели но сами по себе они естественно ничего не значат мы должны сравнить их с данными библиотеки которые у нас уже должно иметься на этот момент на сегодняшний момент пока не все патогены нет этих изучены нет этих стандартов так называемых библиотек для сравнения показателей также как я сказала этот метод требует выделения чистой культуры ну и естественно это высокая стоимость прибора да это быстро это красиво удобно но пока дороговато и нужно учесть что уметь надо выделять чистую культуру тоже учитывая что некоторые из наших патогенов плохо растут вернее медленно растут и нужно иметь определенную квалификацию чтобы их выделить то это конечно тоже составляет определенную проблему да я с этим аппаратом лично пока не очень много работаю но специалисты которые работают они утверждают что можно но опять же как я сказала что если есть библиотека то есть показатели той же предположим сальмонелла да какие виды сиротипы ее разные какие показатели дает каждый сиротип тогда у вас есть чем сравнить если у вас этой библиотеки нет то вы пока сиротипизацию сделать не можете сравнивать не с чем друзья давайте рассмотрим какие сколько времени забирает каждый берет каждый из методов бактериологические методы это обычно от 1 до 30 дней в зависимости почему 30 потому что я имела в виду микоплазму которая довольно долго может расти большинство наших патогенов растет быстрее день два скажем микобактерии тоже может расти довольно долго затем геросиологические это выделение на живых организмах яйца и линиях клеток от 5 до 20 дней ориентировочно методы молекулярной биологии пациента от скажем от полдня то есть нам обычно если мы проводим обычный пациент это сначала отбор проб затем проба подготовка очистка РНК ДНК ну скажем это час и 15-20 минут если у вас уже есть заготовка всех реагентов вы отработанный откалиброванный метод то это тоже ну скажем полчаса максимум вы все это смешиваете делите по пробиркам вставляете в аппарат обычно сам процесс бьет полтора часа около полутора часов кстати говоря сейчас энзимы которые мы используем в реакциях модернизируются скажем они все время сокращается время амплификации и новый энзим позволяет сократить время реакции и скажем полдня за полдня мы можем легко прогнать пробы проверить на какое-то определенное предположение но естественно мы должны друзья знать на что мы хотим проверить мы то есть как раз к тому о чем я говорила в самом начале когда мы оценим общую обстановку и уже задаем вопрос правильный вопрос половина от нашей работы то есть чем быстрее мы зададим правильный вопрос тем быстрее мы получим правильный ответ серологические методы обычно берут от одного дня до четырех дней имеется ввиду дни если мы берем элайзу то скажем ее можем сделать довольно быстро тоже 4-5 часов но не мне вам рассказывать поскольку вы сами этим этим методом много пользуетесь и минимально сколько у вас сегодня берет прогнать иммуноферментный метод напишите пожалуйста в чате очень важный очень важная часть для нашей работы это калибровка и валидация все методы требуют валидации сами по себе какие-то из них более хорошие какие-то менее хорошие но мы должны прежде чем мы будем использовать в нашей работе провести калибровку понять где как мы если мы берем пцр диагностику скажем где мы должны понять где пцр нам говорит дает отрицательный результат где он дает положительный результат как это выражается на том что мы видим на на нашей на нашем графике скажем так то есть если мы будем тупо просто говорить что вот есть иммунофлуоресценция на графике значит это положительный а если ее нет значит это отрицательный то это совсем неверно друзья вот я в самом начале да и навижу 4 часа то о чем я говорила в самом начале когда человек относится формально то есть он увидел фуоресценцию и говорит да это положительно в этом месте как раз и происходят ошибки когда человек не учитывает другие факторы и недостаточно откалибровал отвалидировал откалибровал свой метод то есть он его не очень хорошо знает когда мы наделаем калибровку мы знаем что вот этот вот метод дает ли он нам неспецифическую реакцию в какой-то момент или нет и если да то как она выглядит то есть если у меня метод да дает неспецифическую флуоресценцию я как раз вот эти вот неспецифическую флуоресценцию вот эти пробы беру за свой отрицательный контроль. И когда провожу исследование, то использую его в качестве отрицательного результата. И я знаю, что все пробы, которые близки к этому отрицательному, которые дают эту ложную неспецифическую флуоресценту, они, скорее всего, будут отрицательные. У нас всегда в каждом методе мы используем положительные и отрицательные контроли. Также используем статистические показатели достоверности результата каждого отдельного метода. Статистику. У нас всегда есть статистика уже проведенных анализов. Это, собственно, часть тоже является частью калибровки. И мы желательно нам всегда иметь дополнительный метод для проверки. Вообще является хорошей практикой использовать несколько методов для... То есть мы говорили, есть для мониторинга, психологический какой-то, да? И есть ПЦР-метод. Если мы хотим... Если речь идет о инфекционном заболевании, то это означает, что есть клинические признаки, это означает, что есть развитие патогена, он находится в органах, которые он любит заселять. Мы их берем, мы проверяем. И если мы находим... Присутствует этот патоген, плюс все остальные признаки, клинические патологоанатомические, то это как раз свидетельствует о том, что мы, скорее всего, можем заключить о причине, что этот патоген является причиной этого заболевания инфекционного, которого мы подозреваем. Очень важно в лаборатории стандартизация работы. То есть мы имеем, разрабатываем СОПы, Standard Operating Procedure, Procedure. Это означает, что у нас есть всегда папочка, где мы прописываем, как мы должны сделать определенный метод. Я думаю, что у вас это тоже есть. Напишите, кто из вас пишет СОПы, у кого они есть. И, естественно, наша задача в лаборатории, в диагностической лаборатории не делать каждый раз что-то новое, не изобретать, менять, а наоборот откалибровать и делать каждый раз одно и то же. Тогда мы знаем, где мы, так сказать, чувствуем, как работает метод и как мы можем интерпретировать каждый результат. А если мы каждый раз что-то меняем, естественно, мы не можем… А вдруг мы изменили, и у нас вот то, что мы увидели, оно из-за того, что мы изменили. Нет, у нас, наоборот, мы стремимся все время стандартизировать нашу работу. Также мы регулярно проводим Proficiency тест. Proficiency тест – это когда из независимых лабораторий нам присылают пробы. Отлично, Эльмира. СОПы – это обязательный документ, действительно, во всех лабораториях. То есть наша основная задача – это стандартизация. Также Proficiency тест. Напишите, а кто делает Proficiency тест, когда нам в лаборатории присылают пробы, которые мы должны… Мы не знаем, что в них. Вернее, нам просят проверить, скажем, на определенную болезнь. И мы делаем анализ. Отлично. Да, какие отрицательные, какие положительные, в какой степени, если положительные, если нам нужно, так сказать, количественно. И здесь мы должны делать, не забывать делать периодическую настройку, калибровку всех инструментов, которыми мы пользуемся, друзья. Это очень важно и совсем не тривиально. Так, давайте перейдем. Отлично, супы ведем. Я рада. Критерии выбора метода для диагностика инфекции. В лабораторной работе, как я уже сказала, вопрос, правильный вопрос, половина от правильного ответа. Давайте посмотрим, что же нужно для того, чтобы выбрать правильный метод. Во-первых, мы должны знать возможности ограничения каждого лабораторного метода. То есть то, что мы прошли сейчас выше, я многие, так сказать, основные характеристики сказала. Есть, конечно, еще дополнительные. Нужно, в зависимости от того, что вы используете в своей практике, постоянной практике, нужно этот инструмент изучать лучше, скажем, калибровать, как я уже сказала, валидировать и знать, где он дает слабинку или наоборот, где его сильные стороны. и использовать затем уже для нашей работы. Второе. Диагностическая задача, вопрос. Какие они у нас бывают? Подвергался ли организм атаки патогена в прошлом? Или есть носительство патогена? Скажите, в этом случае, если у нас этот вопрос есть, какой метод мы будем использовать? Вот, напишите, пожалуйста, здесь я бы хотела, чтобы вы мне уже ответили, потому что мы довольно, многие из нас уже довольно продвинутые пользователи, скажем так. И если организм когда-то подвергался атаки патогена в прошлом, какой вы метод будете использовать, друзья? Напишите, пожалуйста. Правильно, Михаил. Отлично. Сирология. Да, если в прошлом, то сирология. То есть мы проверяем, выработали ли антитела на атаку патогена в прошлом. Если у нас вопрос, какой микроорганизм является причиной болезни сейчас, каким мы методом будем пользоваться? Вот сейчас идут какие-то клинические признаки. Если есть клинические признаки, значит, болезнь в острой стадии течения. Есть размножение микроорганизма. И, скорее всего, он присутствует в разных таргетинговых своих этих органах. Как это по-русски таргетинг? Подскажите. Да, ПЦР, микроскопия. Абсолютно верно. Да, ПЦР. ИФА. ПЦР. Да, мы можем. ИФА тоже как бы он нам. Но имейте в виду, ИФА. Да, в острой фазе ПЦР. Органы тканей и клетки мишени. Да, Игорь, да. ПЦР, конечно, это отлично. И смотрим, конечно, что мы подозреваем. Вирусы это или бактерия. Если бактериально, мы высеваем на питательные среды. Если вирус, то это, конечно, более проблематично. ПЦР в основном нам поможет. Дальше вопрос, присутствует ли патоген в организме сейчас, и не является ли он вакцинным штаммом. Какой мы метод используем, друзья? ПЦР. Совершенно верно. Почему? Потому что у нас есть, да, ПЦР-секвенирование, абсолютно верно. Тоже можем им воспользоваться. Смотрите, у нас же обязаны производители вакцин метить свои вакцины. То есть вакцина должна содержать маркер в своем геномном материале. То есть мы всегда можем прогнать ПЦР, сделать ПЦР именно, а присутствуют ли в этом, как на болезни Касла, есть коммерческие наборы, они сразу дают праймеры на вот этот маркер и на другие наборы олигонуклеотидов, олигонуклеотидов для определения полевой ли это вирус. Затем, присутствует ли патоген, присутствующий патоген жив? А вот этот вопрос, друзья. Д. У нас был случай, привозили нам в страну яйца. У нас был вопрос, присутствует ли патоген, то есть есть ли салмонелла на яйцах? Это раз. И второй, присутствующий патоген жив? Да, совершенно верно, друзья. То есть ПЦР, он может нам с вами показать, показать, присутствует ли патоген, вернее, геномная составляющая. Но, возможно, эти яйца обработали, и патоген уже давно не жизнеспособен, мягко говоря. Действительно, мы должны его выделить, биопробу сделать, предположим. Какие задачи, давайте обсудим, какие задачи вы сегодня еще решаете? Какие дополнительные к тому, что я сегодня сказала? Напишите, во-первых, пишите ваши вопросы, и мы решим вашу диагностическую задачу. Рекомендую полезные сайты. Это UAE, как я уже сказала. Здесь вы находите, у вас есть поиск, вы входите на сайт, вы вбиваете manual, вы даже в гугле можете сразу вбить manual, UAE, и ваш патоген, который вы хотите проверить, что рекомендовано, какие методы рекомендованы, и насколько они хороши, потому что в их протоколах, но здесь я сейчас не внесла их, но они прямо в протоколах пишут, что есть вот такие-то, вот такие-то методы, и табличка, какой из них, из этих методов, какой из этих методов более рекомендован к использованию. Вы можете прямо после нашего урока сейчас зайти и сами проверить, что рекомендовано, более рекомендовано, что менее рекомендовано. Также вот я вам говорила, что есть ISO тоже. У них, правда, здесь их вот, например, здесь я привела для примера протокол, который они рекомендуют, изменили сейчас, в 20-м году, для Сальмонеллы, детекция Сальмонеллы, для протокола ее определения и обработки. Буквально там 16, я не знаю, какая-то валюта сечи. То есть это совсем небольшие деньги, которые позволят вам быть на, так сказать, up-to-date. Так, друзья, я вам приготовила ценный подарок, как я говорила. Я сейчас сброшу его в... Нет, ну мне для этого нужно выйти из... А давайте мы его, может быть, разошлем вам, так как лучше сделать. Хорошо. Сейчас мы решим этот вопрос. Так, и, друзья, на сегодня я заканчиваю. Мы, так сказать, сделали обзор основных методов. На следующем занятии мы рассмотрим стратегические методы сокращения применения антибиотиков. Будет ли запись? Да, будет запись. Друзья, вы мне поможете, если скажете, насколько вам был полезен наш сегодняшний вебинар. Я, конечно, в каждый метод особенно не углублялась, потому что у нас время ограничено. Но как я как бы видел свою задачу, чтобы мы больше обзорная... Пока первая лекция это вообще обзорная. И, конечно, мы потом сможем с вами углубляться каждую из тем, сколько угодно долго, во-первых. Во-вторых, мы можем от того, что мы сегодня услышали, идти в разные направления. Мы можем повышать нашу квалификацию в сторону лабораторной диагностики и также в сторону для клинических ветеринарных врачей. это тоже будет полезно. Понять вообще такой общий обзор, какие методы существуют, какие у них существуют возможности, ну и ограничения тоже. Немножко и, может быть, немножко взгляд вперед, что мы уже сегодня используем. И, скорее всего, и завтра вы начнете тоже использовать. Или уже используете. так, друзья, на следующем занятии мы встречаемся 10 сентября в 10 часов. Патогенез бактериальных и вирусных инфекций рассмотрим. Эпидемиологические различные аспекты, профилактика инфекционных болезней, то есть вакцины, как они работают. В принципе, антибактериальная терапия. Спасибо вам большое за внимание. Было интересно. Спасибо. Что было еще более интересно, задавайте вопросы. Задавайте вопросы. Наверняка было что-то не совсем ясно. Где-то потому что, знаете, когда мы зачастую вообще как родилась вот эта лекция. Мы когда чем-то много занимаемся, нам кажется многие вещи тривиальные. И кажется, ну кому это интересно, это же все знают, друзья. А потом, когда начинают задавать люди вопросы, коллеги, понимаешь, ой, оказывается, это не так тривиально, как кажется. Поэтому вот наше содержание моих лекций, чьих-либо лекций, оно как раз взаимосвязно, взаимосвязано. Чтобы вам было интересно, задайте, пожалуйста, вопрос. Мы принимаем... Так, друзья, сейчас у нас мы уже завершаем наше занятие. Подарочек я вам все-таки дам. только я выйду из... Сейчас, секунду, друзья, как мне это все перекинуть? Да, да, вижу. Да, пожалуйста, спрашивайте, Светлана, задавайте вопросы. сейчас я как-то постараюсь сделать, перекинуть вам ссылку. Вы хотите, чтобы мы рассослали... Да, Светлана. Спасибо, спасибо. Мне не хотелось слишком усложнять, с одной стороны, поскольку я знаю, что многие из участников еще только начинают свою карьеру в лабораторной диагностике, вернее, вот именно в диагностике инфекционных болезней. А, да, вы задавали, Светлана, я помню, картриджный. Я, честно говоря, сейчас не очень помню. Я помню, что это около 16, обычно, знаете, такие... Спасибо, было интересно. Спасибо. 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 Так, еще. Да, будет запись. Так, я выхожу из полной... Как бы, чтобы я смогла сбросить вам... Мне нужно выйти из полного показа. Сейчас, секунду. Тибор, вы на связи? Здесь мы можем закончить, если мы закончили до четверга. Секундочку, мне бы хотелось скинуть ссылочку, я приготовила коллегам подарок небольшой в качестве анкеты для оценки качества биобезопасности на предприятии. как мне выйти из этого стоп-шера, сделать ласот стоп-шера, туда стоп-шера, о... секунду. How can I send the... How can you stop the screen share? А, окей. Окей. So, it seems we have finished. Мы закончили. Поэтому большое спасибо. и до встречи четверга. Да? Да, секунду, только не закрывайте, я сейчас сделаю... Я только хочу вот он, ссылку сбросить в чат, для того, чтобы присутствующие могли скачать наш, мой подарок анкету. Вот, пожалуйста, друзья, все, можете скачивать. Что ж, большое спасибо, Тибор, присутствующие. Задавайте вопросы, и таким образом наша встреча будет более интересной. Спасибо. Всего хорошего, до свидания, друзья. До свидания, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok